Киншаса 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 Прогресс, цивилизация, общество потребления Понятия отнюдь не чуждые жителям черного континента Такого количества многоэтажных высоток в стиле модерн Пожалуй не в каждой европейской стране увидишь С верхних этажей отеля Интерконтиненталь Столица Заира пристает взору бескрайним скоплением одинаковых черепичных крыш Но стоит опуститься вниз, как окажется, что крыши эти разные И центр Киншасы, и аристократический север С его особняками богачей, райскими кущами И пролетарский юг, начиненный множеством разнокалиберных предприятий Живут каждой своей собственной жизнью Будь то район Бинзы, Гомбе или Бореваш Однако сердце трехмиллионного города бьется здесь Сите – квартал кустарей Вездесущих лотошников, торгующих всем чем угодно От слоновой кости, малахитовых шкатулок и женских украшений До знаменитых африканских масок из серого-черного эбена И подозрительных снадобий, как здесь говорят, пурляфорс для силы Экзотики в избытке За весьма умеренную плату, по европейским понятиям Отсюда можно увезти домой пару говорящих попугаев Жако Или вот такую симпатичную обезьянку Словом, все, чем бог наградил заед А Всевышний явно не поскупился Обширный край, где два часовых пояса богат фантастически Его недра таят от 15 до 20% мировых запасов меди Золото, железо, хрома, марганца, цинка, кадмия, каменного угля, урана 40% – Германия Ну а по добыче кобальта и алмазов Эта африканская страна вообще не знает себе равных По меткому определению парижской Ле Монды На ее территории можно было бы разместить пять франций А при наличии такого богатства Заир мог бы просто купить Францию Если та была бы на прилавке Достаточно сказать, что каждый третий самолет НАТО Сделан из заирского кобальта Земля обетованная и только Но вот парадокс При всех преимуществах тропиков Обилии солнца, влаги, тучных пастбищ и плодородного краснозема Она не может прокормить свой народ Мясо, молоко, рыба, сахар, рис, даже кукуруза – товар привозной А ведь продовольствием Заир способен обеспечить не только себя Всю центральную Африку Вот такой потенциал Что же мешает ему раскрыться? Обратимся к Стэм Известный путешественник-африканист Бывшую бельгийскую колонию Охарактеризовал так Без железных дорог Кунга не стоит и пенса К словам англичанина Высказанным еще в конце прошлого века Добавлю поговорку местного племени Банту Появившись на свет еще задолго до этого Она гласит Наследник леопарда Наследует и его пятна Лучше не скажешь На протяжении многих лет колонию Осчастливливали своим вниманием Иностранные финансисты и предприниматели Не за красивую природу, пляжи и благодатный климат Прежде всего за ценное сырье, минеральные ресурсы, дешевую рабочую силу Близость к настоящим и потенциальным рынкам сбыта Немалую роль играли политические и идеологические соображения Если уж говорить о них То Запад рассчитывал создать в Леопальдвилле Некую витрину капиталистического общества Притягательную для остальной развивающейся Африки Мы, в свою очередь, укрепляли фундамент социализма На том берегу реки Величавы В Браззавиле Народная республика Конго Народная республика Мазамбик Народная республика Ангола Социалистическая Эфиопия Кому только не протягивали руку щедрой помощи А что из этого вышло? В основном противоборство Запада Нас серьезно подозревали в экспорте революции Результат налицо Бескорыстный советский народ от этого не разбогател Да и друзья наши новые живут кое-как Если не хуже по сравнению с тем, что было Африканская натура оказалась куда более восприимчива К идеям миттерановского социализма Окрашенного в розовые тона Такова сегодняшняя реальность Не замечать ее Все равно, что заниматься самоубаюкиванием Как видим, американский империализм Гегемонизм, неоглобализм Протекционизм и прочие Измы Тут ни при чем У пробуждающегося континента Своя специфика Кстати, влияние США на него практически не распространяется В полной мере это относится и к Заиру Иностранный капитал вовсе не торопится сюда вкладывать деньги Даже Япония При всей ее экономической экспансии Мало присутствует в этом уголке южного полушария Слишком велика степень риска Дело тут не столько в политических, сколько юридических коллизиях В переводе с дипломатического на общечеловеческий язык Сию означает, что править Заиром не закон А воля правящей партии и местных губернаторов Провинциальные власти По собственному усмотрению Могут облагать дополнительной податью любого предпринимателя Конфисковать его имущество Предъявить претензии на недвижимость Забрать земельный участок Отсюда коррупция Попытки сепаратизма Как это было в провинции Шаба Слабые отдачи от финансовой и технической помощи Инфляция Огромный внешний долг Массовый наплыв города, обнищавших христианских семей Тоже реальность Картина будет неполной, если Не упомянуть об отсутствии транспортных коммуникаций В частности, железнодорожной сети Автомобильные трассы В удручающем состоянии Объекты инфраструктуры можно пересчитать на пальцах Прибыль от экспорта золота и алмазов Нередко расходятся по частным каналам Короче, витрина свободного мира для Африки Выглядит не такой сверкающей, как надеялись наши идеологические оппоненты Точнее, получилась именно витрина Не более того И здесь материя взяла верх над сознанием Наглядное воплощение марксистской мысли на практике Бережней Бережней нужно обращаться с классикой Вот мы и подошли к сути передачи Итак, что может предложить Африке Советский Союз И что способна она поставлять нам Вопрос конкретный Позволю себе такое выражение, как прагматический И рассмотреть его хочется сквозь призму базиса Без всяких надстроек В плоскости чисто экономической А что может быть сегодня более злободневным Чем наши хозяйственные дела Тем более, что морозильный комбинат Киншасы Один из основных объектов двустороннего делового сотрудничества Вот только что сюда из порта Матади Доставлена партия свежезамороженной рыбы Которую собрал советский рефрижератор Вот здесь на складе интервью С нашим торговым советником Заиле Когутом Евгений Алексеевич, ну как идут дела у вас здесь? Мы поставляем за Ир порядка 50-60 тысяч тонн рыбы ежегодно Рыба пользуется очень хорошим спросом здесь Рыба ставрида, свежезамороженная Вылавливается в районе южной части Атлантики Или юго-восточной части Тихого океана И приводится сюда транспортами Продаем мы ее порядка 440 долларов за тонну Так что общая сумма этих поставок довольно-таки существенная Извините, вопрос ребром Я помню недавнее совещание у председателя света министра Берсер Который транспортировался по телевидению Где представителю Минрывхоза были высказаны претензии Относительно того, что момент дебицита у нас в стране с рыбой Она продается за валюту Как это сопротивляется с тем, что вы сейчас говорите? Вопрос деловой разумности Если эту рыбу продать здесь, в районе Лоба И купить на эти деньги в районе, скажем, Европы эту же рыбу То можно за одну тонну приобрести полторы тонны Я думаю, что это уже цифры говорят сами за себя А товарищи, на мой взгляд, я тоже смотрел их передачи Которые отвечали на вопрос нашего примера По-моему, они не смогли вот эту простую арифметику сказать Или оправдать нашу экономическую сообразность этих операций То есть, по-вашему, доставка рыбы из районов Лова У берегов Намибии, Анголы, на наш советский рынок Обойдется гораздо дороже, чем покупать ту же рыбу, скажем, Голландии, Финляндии Это же скорофортические продукты, его надо ввести в рекрижераторах Представляете, какой путь должна пройти рыба Но еще более было бы выгодно, если бы советские организации Перешли от простой продажи в порту к оптовой продаже в Кимчайсе Или в других городах Заира Тогда прибыль была бы уже значительно больше На 50-70% Была бы, есть ли Знакомые словосочетания Уж больно часто приходилось слышать его из уст наших торговых представителей В Бейруте, Триполи, Тунисе и Касабланке В Алжире, Афинах, Стамбуле и Бразовиле На Кипре и на Мальте Не говоря уже о Дублине, Стокгольме и Копенгагене Неиспользованные возможности повсюду Та же, к примеру, Ставрида Ее в Киншасе продают прямо на улице Иностранцам дороже, своим дешевле СССР, между тем, на местном рынке абсолютный монополист Приведу характерный случай Поставки этого деликатеса однажды были временно прекращены Получив независимость, Намибия объявила свои права на территориальные воды Доступ в зону промысла был ограничен Рыба исчезла с прилавков от Киншасы на севере до Лубумбаши на юге По стране прокатилась волна массового недовольства Еще бы! Рыба для заирцев национальные блюда Основное Мясо для большинства непозволительная роскошь Дабы не нарушить контракт Нашим судам-рефрижераторам пришлось доставлять Ставриду Заир аж из Тихого океана И что же? В порту Матади весь улов, как вы уже слышали Сдается по 420-440 долларов за тонну А в столице, что в трехстах километров от Матади, стоимость его переваривает за тысячу Разницу кладут в карман здешние перекупщики Казалось бы, чего проще? Уплати пошлину таможня Сумма символическая Перевези продукцию в Киншасу и... Прибыль подскочит с 20 до 40-50 миллионов долларов Так и нет Мы по-прежнему предпочитаем торговать на самой примитивной ступени Нашему минрыбхозу достаточно войти в контакт с местными фирмами Имеющими холодильные установки, чтобы решить эту проблему Причем без дополнительных валютных затрат Ну, а если взглянуть на вещи пошире В Заире большой спрос и на сушеную рыбу Тем более, что сеть хранилищ с морозильным оборудованием За исключением Киншасы не развита Почему бы не создать совместное советско-заирское предприятие По сушке ставриды в порту Матади И не поставлять готовую продукцию в самые удаленные уголки страны Интерес к этому проявили пока лишь Рыболовецкие колхозы Латвии да Эстонии А теперь об импорте Тут свои парадоксы Но вначале немного статистики 60% всех запасов тропической древесины черного континента И 10% мировых сосредоточено в Заире Уровень разработок ничтожно мал В африканском экспорте доля этой страны едва достигает 1% Мы закупаем здесь порядка 20-30 тысяч кубометров ценных пород древесины Используется строганный шпон для отделки музейных залов, феотеатров, интерьера кафе, гостиниц Производство фасонной мебели и не только Из него делают панировку, паркет, плинтуса Словом, товар необходимый Стоимость кубометра от 900 до 1500 французских франков Цена приличная Можно ли ее снизить? Нужно! Крупные заирские фирмы нам предлагают участвовать как в заготовке древесины Так и в процессе последующей ее обработки Вплоть до выпуска готовой продукции Заинтересованные наши организации Кроме Московского объединения Центра мебель Предпочитают и по сей день хранить гордое молчание Впрочем, неудивительно Если учесть, что 50%, если не больше, собственной древесины гниет воде При таком поистине неандартальском подходе к эксплуатации леса О новых формах коммерческой деятельности за рубежом говорить, естественно, не приходится В обычной лавке ширпотреба в Кимшасе нас поджидал сюрприз Изобилие товаров советского производства Которых не встретишь сегодня в нашем магазине Вот, например, электроутюги, Эльза, марки Made in USSR Телевизоры, юность, селена, куча холодильников Евгений Васильевич, я извиняюсь Это заслуга нашего торопедства в Заире? Нет, к сожалению, эти товары поступили не из Советского Союза И не по контрактам между Советским Союзом и Заирскими компаниями А поступили они из Европы в основном То есть были проданы нашими советскими межторговыми организациями Сначала в европейскую посредническую фирму Затем предприимчивые заирцы купили их Привезли сюда и продали владельцу этого магазина В каждом этапе их прибыль наши упущенные выгоды Здесь этот товар имеет хороший сбыт и охотно покупается Необходимо только добиваться, чтобы наши советские организации могли поставить, согласились поставить сюда Для этого надо приехать сюда и посмотреть местный рынок И осуждать контакты с заирскими организациями Но пока этого нет Временно прерву интервью с нашим торговым советником Дабы констатировать очевидные невероятные В самом-то деле Ну кто бы мог предполагать, что заирскую древесину Мы закупаем через посредства фирмы, аккредитованной Ну, где бы вы думали Швейцарии Естественно, с большой переплатой за такие услуги Альпийская страна, конечно же, не тропическая Там климат идеальный Малярийный комар не укусит и нос не подпочит Сервис вот такой Шоппинг, между прочим, тоже И партнеры сговорчивые, когда им платишь валюты Конвертируемые В Женеву, Цюрих, Лозанну, так сказать, за опытом Можно летать без прививок от желтой лихорадки Не глотая по дороге химит Европа есть Европа Наши управленцы из Ништорга, судя по всему, эту разницу давно уяснили Представителя Собэкспорт-леса с тех пор в Заире еще не видели А был ли он тут вообще? Торпредство в Киншасе неоднократно запрашивало у главка разрешение закупить древесину на месте Валютная экономия в 15-20% очевидна А оттуда все один и тот же ответ Валютные возможности, мол, ограничены, нельзя Странная логика, согласитесь Разумеется, если рассматривать ее с позиции интересов государственных Скажем прямо Наши товары легкой радиоэлектронной электротехнической промышленности на Западе Неконкурентно способны До мировых стандартов им ох как далеко За редким исключением Эмалированные из стеклянной посуда Электросамовары, кондиционеры, ткани, граненые стаканы Эти отечественные изделия я видел на полках второстепенных магазинов В Гамбурге, Милане, Роттердаме В тамошних барахолках тоже Цены бросовые Советские внешторговые организации продолжают по инерции их поставлять в Старый Свет Заведомо зная, что спрос невелик Пройдя 3-4 пары рук Все это оседает здесь В Африке Вот этот телевизор Вселенная Здесь указана цена 672 тысячи за ир Это порядка 700 долларов Или телевизор Юность 173 тысячи за ир Это порядка 200 долларов Или, например, вот этот наш утюг Элзе Электрозавода имени Куйбышева Это около метро Львизаводская в Москве Он здесь продается по 20 тысяч Это порядка 22 доллара В то время как импортируется в Европу Ну, порядка, наверное, 4 долларов То есть навар посредник получается В 5 раз увеличение Ну, конечно, имеются расходы по транспорту По уплате налогов, важных пошлин Но, тем не менее, уровень цен в Заире очень высокий И с этой точки зрения тоже для наших экспортных организаций представляет интерес То есть нам нужно выгодить непосредственно на потребителя за ирского? Безусловно, без промежуточных инстанций Спасибо Недовольство – двигатель прогресса Истина стара как мир Есть и другая, более прозаичная Кто не рискует, тот не пьет шампанского Фольклорная мудрость Автоэкспорт сознательно пошел на риск При всех урезанных фондах дефицитной продукции Сложных перипетиях заирской действительности Самостивную глубинку не стали проникать Ограничились центром Присмотрелись к здешнему рынку Изучили конъюнктуру Прикинули – выгодно, невыгодно И дело пошло Правда, не сразу Кто станет покупать незнакомый автомобиль Без гарантии ремонта? Создали инфраструктуру Подготовили рабочий персонал Денег на рекламу не пожалели Местные власти, надо отдать им должное Отличают бизнес от пропаганды Никаких препятствий на пути реализации Советских автомашин в Заире Создавать не стали Характерный штрих Механик Заирец, с которым я беседую Оказался большим патриотом Волжской лады Чем иные соотечественники Которым это положено по рангу Настолько заинтересован в ее коммерческом успехе Что знает буквально каждый винтик Плюс недостатки изделий конкурентов Будь то Мазда, Шкода или Фиат Качество продукции Минавтопрома, на его взгляд Обеспечивает реальную экономическую отдачу И не только Хороший товар еще дает представление Об уровне развития страны Ее возможностях Невелико открытие И все же мнение Заирца Меня навело на крамольную мысль А стоит ли тратить деньги на издание Распространение сотен брошюр в той же Африке Посвященных нашим достижениям Местная пресса и в этом нетрудно убедиться Прекрасно осведомлена За всеми преобразованиями в далекое отсюда России Следит с повышенным вниманием Давая объективный анализ создавшейся ситуации Примечательная черта общественной атмосферы Интерес к мировой политике Международному опыту В коренных переменах, происходящих у нас Заирцы находят много созвучного Сегодняшним своим чаянием Президентским декретом Отменяется руководящая роль Народного движения революции Напомню, членами которого Являются все 35 миллионов Заирских граждан Четвертьвековое правление НДР Привело Заир на грань Социально-экономического кризиса Мобуту хорошо понимает Все политические нюансы Своего положения вождя нации И эффективно Используют их в целях укрепления власти Достаточно сказать, что 46% высшего офицерского состава 34% дипломатического И 30% всех крупных предпринимателей Выходцы из экваториального района Родины президента Мобуту Если хотите, тоже специфика В данном случае Не только африканское Посольство СССР в Кимшасе Обычно мы показываем результаты Но никак не будничную деятельность Наших дипломатов Рутина Кого может интересовать, скажем, уровень Присутствующих на приеме Кроме тех, кто к этому причастен Так, да не совсем так В этом зале собралась, пожалуй, вся элита Заирского делового мира Именно в такой непринужденной обстановке Чаще всего и решаются вопросы Налаживаются контакты Владиславу Владиславовичу Юнайтису Послу СССР В тот вечер было не до политесов Заирский партнер Электротехнического завода Имени Куйбышева Придемлял претензии Вот уже год, как москвичи Не выполняют контрактные обязательства Пресловутые утюги Ему приходится закупать Опять-таки через европейскую посредническую фирму Знаете, так и хочется спросить Ну почему? Ведь под лежачий камень вода не течет Вакуум на африканском рынке Тут же заполнят другие Например, японцы, если захотят А с ними тягаться непросто Может, все-таки поторопимся? Не сомневаюсь в одном Нашим хозяйственникам, финансистам Хотя бы чуть-чуть японского прагматизма И отдача последует Выражаясь языком шахматистов Выгоду коммерческих сделок Нужно видеть на несколько ходов вперед Экономика и политика Эта щекотливая тема Нашла продолжение в стенах Хорошо охраняемой резиденции Профессор Лунда Булулу Советским журналистам встречается впервые Тем интереснее Несмотря на все шероховатости Двухсторонний советско-заирский товароборот За последние годы неуклонно возрастал На повестке дня проекты смешанных акционерных обществ Создание совместных предприятий В каких областях, на Ваш взгляд, они представляются наиболее перспективными? Во-первых, хочу отметить, что деловые связи с Вашей страной существуют давно Говорит бывший премьер-министр Заира Лунда Булулу Мы рады констатировать их развитие по нарастающей Советский Союз и Заир Страны, обладающие огромным экономическим потенциалом Богатейшими природными ресурсами В этом плане, с учетом применения новейших достижений науки и техники СССР, разумеется, впереди У Вас, например, разработаны и применяется одна из наилучших в мире технологий по производству постоянных магнитов А оно, как известно, основано на использовании кобальта Сейчас ведутся рабочие переговоры о возможности сотрудничества в этой области На мой взгляд, она перспективна Кроме того, существует целый ряд других секторов заирской экономики, которым Вам стоило бы присмотреться Сегодня нужно продвигаться дальше к реализации крупномасштабных проектов Прежде всего, я имею в виду образование в СССР и Заире Совместных предприятий типа Joint Venture Если мы достигнем этой ступени, то сделаем крупный шаг вперед Если я не ошибаюсь, Заир – второй в мире экспортер алмазов Советский Союз, между прочим, тут играет тоже не последнюю роль Интересно, видится ли Вам возможность деловых контактов в этой сфере? Как я только что отметил, говорит Лунда Булулу Обилие минеральных ресурсов нашим странам не занимать Это касается и алмазов Если не считать ЮАР, то по объему запасов драгоценного камня Заир и СССР – равноценные партнеры Следовательно, если до сих пор между нами не было сотрудничества, оно должно начаться И в самом деле, почему бы нам не обвиниваться информацией, опытом, не согласовывать цены выхода на мировой рынок Ведь от таких контактов обе стороны извлекут взаимную выгоду Это первый этап А на следующем можно приступить к изыскательским работам и совместной разработке месторождения К примеру, тот же заирский кобальт Вы покупаете кобальт в Западной Европе, себе дороже Не пора ли ломать старые предубеждения? Африке и Советскому Союзу есть что предложить друг другу Сегодня нужен новый подход Новое экономическое мышление, активная предпринимательская деятельность Это отвечает как интересам советского, так и заирского народов Заир Когда произношу это имя, настойчивые образы недавних воспоминаний теснят душу Плывут перед глазами видения синих гор, теплых озер и лагон Брыжет в лицо ослепительное тропическое солнце Оранжевым, желтым, розовым огнем цветут деревья Лоснятся в широких корзинах манго, бананы и папайя Своей щедростью природа не обделила страну за экватором Скорее перенасытим Мы улетали из Киншасы вечером, когда над рекой Заир сгущались сумерки Темнота в южных широтах наступает внезапно Пейзаж приобретает романтический оттенок В такие часы, стоя на берегу, особенно хорошо вслушиваться в симфонию звуков Которую доносят с Атлантики ветры-бризы В ней причудливо переплелись и шепот волн И мелодичные напевы, и тяжелые вздохи И аккорды борьбы за человеческое достоинство За лучшую долю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok